Всем привет мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном как всегда я Антон и я продолжаю проходить игру S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо с модификацией OGSM версии 1.8. Собственно все дела на болотах, ну все очевидные дела завершены. Болото полностью под контролем чистого неба и теперь со спокойной душой можно уходить на кордон. Пошли. Ну что, сейвимся. И надо сейчас будет очень быстро пробегать. Так, энергетики есть. На всяк пожарный. Понеслась. Никаких огней. Никаких огней. Не надо огней. Все, спокойно, спокойно. Судари, уважаемые. Топи, топи шрам. Вот. О, собачки. Неужто ушел у двояк. Отвезучий чертеж. Ну так. Не в тапке ссать. Ты это. Если будешь проходить мимо моей лачуги. Заходи. Пообщаемся. Я когда прокачаюсь, отремонтирую винторез, буду в хорошем костюме, я приду и я их всех выпилю. Отвечаю. Если забуду про это, ребят, флудите мне в комментах. Антоха, ты забыл убить всех военных. На блокпосту, на кордоне. Я вам разрешаю пофлудить потом, если забуду все-таки. И... О, здорово. Спасибо за коктейль. Я к Сидоровичу по делу. Убежище в двух шагах от нашей деревни. Ну, спасибо. За допуск. К убежищу. Сидорович. А вот и я. Встречайте, дорогих гостей. Здорово. Рад тебя видеть. Привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло? Говорят, у тебя недавно был сталкер, интересовался редкими деталями. Припоминаешь? Да у меня за день столько сталкеров бывает. Всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать. А что могло бы освежить твою память? О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные. И, словом моим, уверят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьезный. А хабар и того серьезней. До времени все шло путем. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проход через кордон обеспечить. Только вышла у них размолвка. Да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар, тайно покрытая мраком? Меня это никак не устраивает. Заказ выполнять нужно. Давай так. Ты мне помогаешь кейс с хабаром вернуть. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Ну давай. А что конкретно надо сделать? Дуй к сталкерам. Эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали. И держат под замком Халецкого. Это так зовут командиры местных вояк. Разбирайся со сталкерами как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы кейс с хабаром был у меня. Попробуй для начала пообщаться с валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. Договорились. Говори давай, с чем пришел. Так, подожди. А у тебя патроны есть? Слушайте, что-то у тебя по оружию не густо. Так. 9.39 Да, 9.39, СП5 и СП6. Вот этот. Вот этот, да. Ну, я даже не знаю. Давайте закупимся для начала. Гринги есть. Можем себе позволить, так сказать. Ладно. Торгуем. И побежали. Так, а что у тебя в ящике? Ничего, пусто. Пусто. Ну, ладно. Пока я, конечно, буду бегать с калашом. А потом уже посмотрим. Починим. Там, по-моему, есть, да? Там есть и торговец, там есть и механик. На базе, где валерьян обитает. Опа, 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 опа. Военные и сталкеры схлестнулись. Надо помочь. Надо помочь обязательно. Сейчас влетим. Сейчас влетим. Не понял юмора. Ты что за урод? Рядовой увечку. А! Вспомнил. Что это за хрен? Это, короче, помощник Халецкого. Сейчас, братцы. Сейчас помощь идет. Никаких гранат. Отлично. Армейский броник. Но он такой убитый, что вряд ли у меня кто-нибудь его возьмет из торговцев. Вот лучше патроны подсобрать. Разрядить калаши. Дерьмовые. Все так в таком дерьмовом состоянии у военных. Что просто... Опа, опа, опа. Опа-па. Но тоже хлам. Я уже был, обрадовался. И это такое же дерьмо. Я буду деньги экономить. По крайней мере, стараться. И... Чтобы апгрейднуть. Ну, отремонтировать винторез. Его апгрейднуть по возможности. Ёлки-палки, как из меня жизнь-то уходит. Я и не заметил. Что ты мне кланяешься? Ну, это неплохо. Это мне льстит. Это мне очень приятно. Вот, собственно, и база. Одиночек. Нейтралов. Вольных сталкеров. В каждой части... Кстати, вот я сейчас еще вспомнил. В каждой части сталкера эта группировка называется по-разному. Сейчас я только к торговцу, к вашему, зайду. А вот это, похоже, механик, да? Фургон. Фургон. А, фургон. Отремонтируешь винтарь. Что могу предложить? Что для меня? Тысяча. Ух ты. Патроны. 120 патронов на калаш и 100 патронов на ПМ. У меня ПМа нету, поэтому я сразу их продам. Немножко патрошек. Нет, слушайте, это патроны ценные. А вот у тебя с оружием получше, чем у Сидоровича. Ну, АКС, конечно, лучше, чем мой. Но я хочу винторез. Сильно хочу. Так, давай аптечку у тебя возьму. Бинты у меня есть, антирады. Антирады тоже есть. Отлично. Да. Блин, 9600. Очень много. Да не ссы. Вариантов подзаработать как? В общем, короче, чертежи нужны ему. Флешки. Если найдем, вот флешки. Он за милую душу. 200 рублей сюда. 170 сюда. И 9600 сюда. Резко вдруг. Ладно, давай. Все, теперь мы это аккуратно складываем у тайничок. Простите, ребят, что я с ногами сюда залез. Вот, кстати, Халецкий. Обитает. Давайте отгрузим сюда, чтобы нам не мешало. А, вот так вот. Колбасу тоже. Энергетики пусть будут. Ну, в принципе, пойдет. Все, это у нас будет НЗ наш. Вот давайте так и сделаем. Сохраним игру. НЗ. Неприкосновенный запас. Чтобы сразу было понятно. И вот теперь можем лететь на всех парах к Валерьяну. Здорово. Здорово, наемник. Не часто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал? Я от Сидоровича. От Сидоровича говоришь? Значит, ты про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир скотина работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство, на свал. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Ничего себе. И вы напали на военных? Да, ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетом. Только, получается, убить не можем. Ну, и отпустить тоже никак. Да и этот тон хитрое своло чувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Ну, пойду потолкую с командиром. Может, расколется, где Кейс с хабаром спрятал? Хотя он, по-моему, не расколется. Я так вспоминаю. Все это впустую. Все равно нам придется вояк замесить. Почти как тесто, но... Для военных это будет с летальным исходом. Какой ты нудный. Забавно видеть командира военных за решеткой. Смейся, смейся. Если охота узнать Деки и с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего. Скоро мои ребята всех вас в чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим, в наседание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Я наемник. Он не мой главарь. Даже так. И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам. Ну, например, вынести тех снайперов на нас. Слишком дорого для такой крысы, как ты. А вот я сейчас... Так вот посмотрел. А по-моему, был в оригинале альтернативный вариант. Вот этого разговора. По-моему, можно было помочь военным. И уничтожить всех сталкеров. По-моему. Если я не прав, напишите в комментариях. Как все было на самом деле. Не колется, сволочь. Вообще ничего не говорит. Все толдычит, что ребята его не бросят и обязательно спасут. Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки втайне их прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте. Да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. И тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него картинаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим. Кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Это вариант. Есть идеи, где искать его дружков? Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Ну, видно, планируют как-либо половчей на нас напасть. А, небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить их. Сделаю, что смогу. А, через нас мы полетели. Я думаю, не один я там буду зажигать. Ребята наши тоже впишутся. Давайте сайванемся. Как-нибудь вылетаем на Вояк. Вояк. Вот так. Влетаем на Вояк. Хорош. И теперь побежали. Еще не совсем темно. Более-менее видно. На улице. Ненавижу ночью бегать в сталкере. Во-первых, это довольно крипово. Откровенно говоря. А, во-вторых, невозможно воевать вообще. Темно, хоть глаз выколи. А если ты включаешь фонарик, ты себя обнаруживаешь автоматически. Неудачное время для перезарядки. Отлично. Чисто сработано. Отряд военных уничтожен. Второй отряд мы засекли на АТП. Наемник, двигай туда. Сейчас. Сейчас все будет. Так, броники явно убитые. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Абакан. Как у нас там дело с Абаканом? Говно. Ну, я думаю, его у нас купят. Волына редкая. Ну, уйди с дороги. Так, это нам направо, да? Вот туда. Ржет кого-то. Парней положили. Он ржет. Дебил. Слышь, алло. Вылетать. Да, будут сегодня. Парни сегодня вылетать будут. Да, умри. Хорош. Минус два. Ещё один. Ещё. Ой, 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 ой. Тихо, парни. Только не граната. Только не граната. Фух, вашу мать. Как я сейчас пересрался. А ты смелый. Нихера. Вон. Кровищи. На стене оставил. Я бинтик твой возьму. Бинтанусь. Тихо. Без рук. Умер там. Или нет. Что-то узнает. В общем, походу, их двое. Осталось уже один. И я его только что видел. Парниша, я здесь. Нет. Их не двое. Больше. Их было трое. Войны уничтожены. Без своих дружков колецкому больше не на что надеяться. Теперь мы расколем эту армейскую крысу. Паремник, возвращайся на базу. Спасибо. Все свободны. Все на позициях. Ждем твоего сигнала. Куда сигнала? О. Походу, мы сейчас еще денежек подзаработаем. Кабаканчик мы возьмем. Парниша, с дороги. Фух, так. Это получше, кстати. Да иду я, иду. Какой-то труп на карте. Не знаю, откуда он. Иду я, иду. Я, кстати, проголодался. Кто-то мне в комментариях писал, а зачем ты еду берешь? Главный герой никогда не голоден. Ага, еще как голоден. Ну и? Я пришел. Вот, я пока тут постою, осмотрю свои трофеи. Ну мой практически в идеальном состоянии. Опа, 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 опа. Теперь понятно, что они так ссыкнули. Сталкеры имею ввиду. Давайте, твари. Подруливайте. Хорош! Будешь где-нибудь подалеку. Милости просим на нашу базу. Отблагодарим. Я как раз туда и собираюсь. Ти-на-ти-рай, тиро-рай. Бабки просто рекой. Еще и тайник. Вот только где? Не то. Новенький пистолет с патронами всегда пригодится. Сейф Валерьяна. Мы походу нашего начальника обносим. Нашего работодателя. Вот это да. А нас за это не шлепнет Валерьян. Достает такой дизерт-ыгл. И бум. Есть что-то на продажу. В башку. Девять. Красота. И еще и браунинг дали. И аптечку. Приятно иметь дело с честным сталкером. Ой, отвали. Ну что ж ты не берешь их? Урод. Что ж ты их не берешь? Ладно. Но костюмы я у тебя покупать не буду. Я хочу севу. Бум. 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 Ладно, крыса. Я скажу. На старой мельнице кейс. Под крышей. Смотри-ка, раскололся. Загнильцовый орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри. Координаты тайника у тебя в ПД. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он небось заждался уже. Обязательно. Обязательно. Так, это все дерьмо мы сюда скинем. И давайте, наверное, ребята, продолжу. Я уже в следующей серии. А в следующей все будет очень и очень интересно. Я так чувствую. В общем, друзья, спасибо вам большое за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Какой ты пафосный мужик. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok